Финальный этап военно-спортивной игры «Юно-армейское многоборье» собрал лучших школьников Ульяновской области. Патриотический проект реализуется в регионе с 2016 года при содействии губернатора Сергея Морозова. Пять команд из разных районов области прошли серьезный отбор и, показав хороший результат, приехали на финальное испытание. И пока в мире стреляют совсем не в рамках игр и соревнований, наши патриоты оружие держат в руках неуверенно, но четко попадают в мишень. Стрельба из пневматической винтовки – один из этапов состязаний. Среди участников есть как спортсмены, так и просто ребята с большим желанием и азартом. Особенных спортивных навыков на этом этапе иметь необязательно. Каждый ребенок должен быть подготовлен именно по военно-спортивным дисциплинам. Здесь необязательно великие кондиции в спортивной части. Для стрелковой подготовки у них совсем другие функциональные возможности. Но после стрельбы ребятам предстояло пройти не менее серьезные этапы. Бег на короткую длинную дистанцию и силовая гимнастика. В таких состязаниях участники находят свои слабые и сильные стороны, а также понимают, какой спорт больше их привлекает. Самое интересное больше всего бег 2 километра. Ты бежишь, думаешь о чем-нибудь, чтобы не расслабляться, чтобы идти вперед. Я спортсменка и меня выбрали. Я занимаюсь баскетболом. Я легкой атлетикой занимаюсь. И мне нравится спорт. Несмотря на свои уже спортивные достижения, каждый, кто участвовал в сегодняшних играх, получил заслуженные дипломы, кубки и медали. А лучшими юнормейцами по результатам всех испытаний стала команда «Кадеты» из Корсунского района. Дипломом за занятое первое место награждается команда «Кадеты» Кадетской школы информации генерала Чичеватова. Они получили самый главный приз, переходящий знамя юнормейского многоборья. И уже в мае на финале состязаний по направлению «Военная подготовка» команда вновь сможет подтвердить свое высокое звание. Кристина Жакот, Даниил Сурков, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.